Здравствуйте уважаемые зрители и подписчики канала fpv мозг в данном видео мы отойдем от разборов квадрокоптеров но затронем не менее важную тему минимальный набор для начинающего видеомейкера мои подписчики очень часто обращаются в лес консультации по поводу монтажа и съемки видео я всегда отвечаю всем своим подписчикам и по возможности помогаю но я обратил внимание что большая часть присылаемого их материала выглядит совершенно несмотребельным и очень сложным в обработке в основном плохое качество материала связано с тем что съемка была сделана при помощи смартфонов или экшен камер специально ради вас и выпускаю данное видео а перед началом просмотра хочу прорекламировать спонсора данного видео это ваша подписка лайк и коммент под видео ну а мы начинаем очень часто новички сталкиваются с главным вопросом на что снимать свои видео и попадают на уловку маркетологов зачем вообще необходимы дорогие зеркальные фотоаппараты если они снимают full hd а условный xiaomi имеет на борту 120 мегапиксельную камеру и поддержку 8к видео гораздо проще и дешевле купить смартфон и снимать превосходные фотоснимки и видео ведь действительно зачем покупать дорогостоящие оборудование если смартфон или экшн камера снимает 4к отчасти они правы смартфоны и экшн камеры умеют снимать 4к и даже 8к но ключевое слово умеют на этом все их достоинство заканчивается и начинает всплывать подводные камни но я хочу предложить для новичков иной вариант покупку зеркалки canon 650d данная модель давно снята с производства но ее можно приобрести с рук на площадках по типу авито красная цена данной модели 10 тысяч рублей на первый взгляд покупка модели восьмилетней давности может показаться бредовой идеей но не стоит делать поспешные выводы 650d умеет снимать full hd 50 мегабит имеет на борту 16 мегапиксельную crop матрицу а этого вполне достаточно для съемки блогов роликов разговорных видео и прочего видео контента стоковой комплектации идет китовый объектив 18 на 55 миллиметров его будет вполне достаточно на первое время при желании можно приобрести советский объектив и через адаптер подключить его тушки для комфортной съемки первое время достаточно будет купить портретник и самый простой штатив главное достоинство данной модели поворотный сенсорный дисплей благодаря которому можно будет очень легко контролировать процесс съемки и на ходу менять параметры экспозиции рядом со спусковой кнопкой есть колесико с помощью которой можно настраивать параметры iso шаттер спид и значение диафрагма передней части расположены кнопки быстрого запуска наиболее важных функций справа есть отсек для карт памяти sd слева под резиновой заглушкой есть выход hdmi для стримов видео разъем mini usb для скачивания материала на компьютер а также джек разъем для подключения внешнего микрофона единственная бесполезная вещь встроенная фотоспышка которая настоятельно не рекомендую пользоваться сверху есть горячий башмак для крепления прожектора или микрофона запись видео 650 дип позволяет создавать ролики в разрешении 1920 на 1080 точек с частотой 30 кадров в секунду при прогрессивной развертки в качестве основного кодека используется h264 битрейт видео 50 мегабит битрейт видео можно увеличить до 70 мегабит поставив стороннюю прошивку мэджик лэнтерн посмотрим пару примеров видео как видите 650 дип умеет снимать отличные full hd видео в дневных условиях давайте глянем ночные футажи как и ожидалось при ночной съемке неизбежно появляется шум при значении iso более 1600 но не забываем что цена данного девайса 10000 рублей при меньшем значении iso 650d делает отличное видео без шумов перейдем к интерфейсу он практически не отличается от других зеркалок от компании canon максимально простой и интуитивно понятный интерфейс при желании может дополнить стоковую прошивку набором плагинов мэджик лэнтерн но эта тема отдельного видео ну а теперь поговорим о минусах данной модели слабый процессор 650d способен снимать отличные детальные кадры но при съемке пейзажей страдает общая детализация всему виной довольно слабый процессор который не успевает кодировать детализированные сцены в остальных моментах у меня нет никаких претензий кропнутая матрица сама по себе матрица не влияет на угол обзора фотоаппарата однако при использовании одного и того же объектива на кропнутой камере изображение будет скадрировано кратно кроп фактору а на полнокадровой камере вы получите полный кадр говоря простым языком кропнутой камеры имеет меньший угол обзора нежели полнокадровый не является фатальным минусом отсутствие автофокуса несмотря на то что в камере есть автофокус реализован он очень плохо фоторежиме автофокус справляется отлично но при съемке видео автофокус работает некорректно я всегда снимаю на ручном фокусе лично для меня это не минус но новичку придется привыкнуть настраивать фокус вручную остальные незначительные минусы нивелируются его ценой в остальном это отличная камера для новичка камера позволит снимать на профессиональном уровне распаковки товаров разговорные видео техобзоры и прочие видео контент а самое главное обучить пользователя всем тонкостям видеосъемки чего не позволит не экшен камера не смартфон вдобавок как бы это не звучало банально мы получаем отличный фотоаппарат с качественными фото как оператор с восьмилетним стажем я был очень удивлен возможностью казалось бы давно устаревший модели и рекомендую вам начать свой путь с моделей 650d или 700d весь набор а именно тушка со стандартным объективом плюс штатив и портретник обойдется вам примерно 200 долларов благодарю вас за просмотр данного ролика и желаю успеха в изучении интересного и завораживающего мира видеомейкинга оставляйте свое мнение под комментариями мне очень интересно узнать ваше мнение всем пока а